Здравствуйте, братья и сестры! В студии программы «Просто о вере» приветствует вас священник Николай Зинин и мой гость, православный эксперт и романах Герасим Вертей. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о посте. Август — это время Успенского поста. Он длится две недели с 14 августа по 28-е и посвящен празднику Успения Божьей Матери. Отец Герасим, что же такое православный пост? Часто приходится от людей слышать такие вопросы. Я не могу поститься. И вообще считаю, что это не нужно. И даже один человек мне недавно заявил, что в Библии нет такого, что Господь говорил, что людям надо поститься. Как мы можем на эти вопросы людям помочь ответить? Я думаю, что людям помочь ответить может сама, собственно, Библия, которую я сегодня принес. Хотел бы почитать несколько строк из нее. И вообще, что такое пост, как надо поститься, для чего надо поститься — это очень важные вопросы для верующего человека. Мы живем в такое время, время, может быть, апостасийное, как говорят некоторые старцы последних времен. И происходит, конечно, охлаждение веры, теряется традиция благочестия в том числе. Люди все дальше отступают от нашей благочестивой традиции православия. И, конечно же, закономерно возникают вопросы, что такое пост, зачем это нужно и как с этим жить дальше. Надо сразу обозначить следующую мысль, что пост — это лишь средство. Это не сама цель. Чтобы проиллюстрировать это и было более понятно, вот, предположим, господин говорит своему рабу, «Иди, построи дом», и дает ему, предположим, пилу, молоток и гвозди. И вместо того, чтобы выполнить задание господина своего, раб берет этот молоток и любуется им, пересчитывает по тысячу раз в день эти гвоздики и, предположим, медитирует на пилу. Построится ли дом в результате такой деятельности? Конечно же, нет. Надо идти и действовать. Так вот, пост и прочие многочисленные рекомендуемые церковью аскетические упражнения являются лишь средством достижения. А какое достижение, Михаил? Что? Какая цель основная? К чему призывает нас Господь, предлагая нам упражнения постов? Это, конечно же, очищение своего сердца и максимальное возможное приближение к Господу Богу в сияние Его славы. Тут, конечно, надо, правильно вы сказали, очищение сердца, потому что часто приходится слышать от людей, что пост – это очищение организма. Это далеко не так, конечно же. Это как раз, наверное, искажение, которое возникает, когда человек воспринимает пост не как инструмент, а как самоцель. Именно так. Тогда он превращается в очищение организма. Именно так. Хотя я думаю, что не сильно ошибусь, если заявлю, что ни один диетолог бы не, так сказать, рекомендовал те правила строгого поста именно для похудения. Потому что все-таки посты были организованы и сформулированы церковью вовсе не для того, чтобы скинуть лишний вес, или там, чтобы себя чувствовать полегче, и там, чтобы дышка ушла, а для того, чтобы молиться и, соответственно, смирять свою плоть. Или, как недавно мне тоже приходилось беседовать, и человек мне сказал, да это все придумали священники, потому что на Руси есть было нечего весной. Вот они придумали свой пост. Ну, какая интересная версия. Таких версий можно придумать множество, особенно если… Не опираться на первоисточник. Да, если не знать того, откуда все это произошло. Мы же фантазировать не станем, а все-таки обратимся к вообще церковной истории и, собственно, к тому стукной книге, с которой все и началось, к Библии. Традиции постов существуют не только у нас, у русских православных христиан, у которых, как вы сказали, на Руси весной есть было нечего, хотя август — это не совсем весна, да? Но традиции постов существуют повсеместно во всей традиционной христианской церкви. Есть он, конечно, в редуцированном виде после Второго Ватиканского собора и в католической церкви, и в древних, восточных, долгах и донских церквях. Более того, традиции постов существуют вообще во всех традиционных религиях. Есть они и у мусульман, и у индуистов, и у каких-нибудь совсем уж примитивных народов, там, Океане или Африки. Потому что пост изначально — это такая форма жертвы Богу. И, собственно, если мы отстранимся немножко от индуистов и папуасов Океане, вернемся, собственно, к нам, пост был назначен и учрежден самим Господом Богом, о чем было прямо сказано Святому Пророку Божьему Моисею и многочисленным пророком Ветхого Завета. Этот пост был очень подробно описан. И сейчас бы хотелось бы сказать вообще, какое же, что же ожидает Господь от человека постящегося. Наиболее полно отвечает на этот вопрос Святой Пророк, которого мы называем Великим Пророком Исаия в 58-м главе. Я просто, если позволите, зачитаю несколько слов, потому что это исчерпывающее. Итак, 58-я глава Святого Пророка Исаии. А Господа спрашивают, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего, говорит Господь, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Таков ли пост, который я избрал? Спрашивает Господь. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ерма. И угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ермо. Раздели с голодным хлеб твой. И скитающихся бедных веди в дом. Туда увидишь нагого. Когда увидишь нагого, одень его. От единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой. И исцеление твое скоро взойдет. И правда твоя пойдет пред тобою. И слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь. Господь услышит. Воззапеешь. И он скажет. Вот я. Когда ты, удалишись среди своей ермо, предстанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. И отдашь голодному душу твою. И напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме. И мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою. И уточнять кости твои. И будешь, как напоенный водой у сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И в конце, в самом конце этой главы, Господь дает какое-то такое очень радостное обетование. То, если все это исполнишь, то будешь иметь радость в Господе твоем. Вот о чем пост, друзья мои. Это не просто, предположим, отказаться от мяса и вина, что тоже, конечно, очень важно. Но это не самоцель. А вот, как говорит святой пророк Исаия, помогай голодному, нуждающемуся, ближнему своему, совершай дела добрые, совершай дела веры. Это очень, конечно, милосердие. И тогда этот пост угоден Богу. Иначе же, как говорит Господь, я не слышу вас. Это просто какие-то ритуалы, едва ли там, едва ли нужные Господу. Твоя цель – войти в радость Господа своего. Именно так. А это же цель вообще всей христианской жизни. Абсолютно точно. А мне пришло на ум, когда вы сказали, наиболее полно, как пост проходит. Мне почему-то вспомнили слова самого Господа нашего Иисуса Христа, когда он говорит, «Ты же, когда постишься, помашь голову твою маслом и будь радостен, чтобы пост твой был в тайне. И Отец, который видит в тайне, тот воздаст тебе явно». Да, это Матфея 6 глава. Вот она, радость о Господе, да, и все очень, конечно, перекрепляет. Да, вот очень красиво здесь сказано, что Господь, который видит тайны, воздаст тебе явно. Поститься на виду, вот так у всех, вот смотрите, как я пощусь. Вот смотрите, какой я постик. Я это не ем. Да-да-да. Это ни к чему не нужно. Там Господь правильно говорит, прямо говорит в Нагорной проповеди, это Матфея с 5 по 7 главу, и там вот в 6 главе о посте сказано, о том, что если ты постишься вот на виду, чтобы получить какое-то от людей какое-то восхваление, то ты уже получаешь награду твою. Все. Больше чего-то ожидать, там боговедения или откровения каких-нибудь, или очищения сердца, не надо. Это лишь служение своему тщеславию, не более того. Надо поститься, кстати, как и молиться, как и делать добрые дела в тайне для Господа твоего, а не для того, чтобы сделать себе пиар какой-то. Ну, тут самоцель важна, да? Для кого я это делаю? Для себя или для Бога? Если я это делаю для Бога, то, конечно, они эти дела... Ну, здесь тоже очень надо аккуратно, батюшка. Дело в том, что Бог – существо совершенное и не нуждается ни в чем. Я вот тоже хотел бы сказать такие слова, я здесь подготовил, тоже из Библии, чтобы не листать долго. В Псалтире, которую мы все очень любим, в 49-м Псалме, Господь спрашивает, что ты мне можешь дать? С 10-го стиха. «Ибо мои все звери в лесу и скорот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, то сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Не сказал бы тебе. Что наполняет ее, да. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обет твой и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть Господь не по большому счету ни в чем не нуждается. Нуждаемся мы в том, что мы совершаем. Когда мы постимся и когда мы молимся, это помощь нам, бедным, несчастным, грешникам, которые служением своим страстям и похотям сами себя отдаляем от всемилосердного Господа. Батюшка, вот вы в начале программы упомянули о том, что посты – это всего лишь инструмент. И, может быть, нашим телезрителям было бы интересно услышать, потому что как этим инструментом-то пользоваться? Часто очень это люди слышат, что «ну я поститься не могу». Надо же не есть ничего. Или там почти ничего. А в древности, конечно же, в Ветхом Завете, предположим, многодневных постов по большому счету не было. Там они были, но крайне редкими и не такие предложительные, как у нас сейчас. Но в Ветхом Завете посты были намного более строгими. Предполагалось полный забрет на вкушение какой-либо пищи. Сейчас у нас в Типиконе прописана такая ситуация, но всего лишь несколько дней Великим постом. В самом начале Великого Поста и в первые дни последней недели Великого Поста. В остальное же время у нас достаточно множество послаблений. Мы вкушаем не только хлеб с водой, но в некоторые посты разрешается вкушение и рыбы, и уж, естественно, растительного масла. Но все-таки я хотел бы сказать, что если мы снова отвлечемся на второстепенное и забудем Бога, главное, это было бы совершенно недопустимо. Я просто хотел бы сказать, лет 7 или 8 назад у меня брали интервью тоже коллеги подобного же канала, но не с этой телестудии. И я вот тоже пытался рассказать, что такое пост. Минут, наверное, 5 это он посвятил, потому что мне сразу предупредили, что много говорить не надо. И потом выходит передача, где моей речи уделено 5 секунд времени, и сказано там, ничего нельзя есть, и все, меня отрезали. Так вот, друзья мои, пост — это, во-первых, конечно же, во-все самое главное, что такое пост? Пост — это молитва, это покаяние, это очищение самого сердца своего, это приближение к Богу, это чтение ствовописаний, стихотцов, это совершение добрых дел. Вот что самое главное во время любого поста, многодневного в первую очередь. Если же мы только ограничимся в том, что не едим какие-то виды пищи, то если только это является для нас постом, то это вовсе не пост. Нам известно, что сатана, знаем такого рогатого, слышали, может быть, он вообще ничего не ест, не пьет, он даже не спит, но является ли это постом? Да, конечно, нет. Если вот мы предположим, не будем ни молиться, ни совершать добрых дел, а только ограничиваться тем, что будем есть сухую гречку без масла, прям давиться ею, и от этого всех ненавидеть и превозноситься, вот какой я праведник, смотрите на меня, то этот пост будет угоден только одному существу, и это существо вовсе не Бог, а сам сатана. Он будет потирать свои лапки, как муха, да, и вот радоваться, как хорошо, что я смог соблазнить такого человека. Если, вот еще такой пример расскажу. Давным-давно была у меня знакомая, сейчас мы уже давно с ней не встречались, не переписывались, не созванивались, я еще работал на предприятии, она была главным бухгалтером, и вот я решила, она как-то попаститься великим постом. Проходит неделю, стала, ну, просто злым человеком. Она и так была, не вот, прям, совсем добрая девушка, а тут совсем злым, на всех ругается, срывается, кричит, даже материться начала. Я спрашиваю, что такое? Ну, почему такое? Ты же никогда такой не была. Она говорит, да вот это твой пост так меня довел. Я говорю, а что такое? Да вот не ем, а поступает каждый день все злее и злее становлюсь. Я спрашиваю, а молитву-то совершаешь? Говорит, я пыталась, ничего не получается. Я говорю, а в церковь-то ходишь? Да ну там, мне неинтересно. Так вот, по-моему, в моей жизни Господь мне показал такой пример. Если пост ограничивается только гастрономическими табу, то это приведет именно к озлоблению и вот постоянным крикам, шуму, и душе несет никакой пользы. А ограничения гастрономические нам нужны вот для чего. Друзья мои, это очень важно понять. Это такая форма жертвы. Я вот сейчас уже, жертву Богу. Я сейчас уже читал некоторые стихи 49-го Псалма. Итак, Господь говорит, что ему не нужны никакие другие жертвы, не приносить ему не надо там вообще ничего. Ему все и так принадлежит. Дай мне сердце, говорит Господь, только в другом же месте. И человек ограничивает себя в чем-то, жертвуя тем самым свое сердце с себя самого Богу. Когда мы вкушаем что-то слишком много, мы служим кому? Телу своему. Мы потакаем своим страстям, своим желанием, своему чреву. Господь в другом месте в Евангелии сказал, что указывая на не очень хороших людей, их Бог чрева. Когда вот мы едим без, как сказать, больше, чем до сытости или там пьем, что не положено. Служим чреву своему. Великим же постом, вообще любым постом необходимо вспомнить о том, что надо служить Богу. Господу Богу одному поклоняйся и ему одному служи. Батюшка, а вот интересная ситуация происходит. Христианин-то обязан всегда сердце свое очищать и стараться. Конечно. Получается, церковь понимает, что человек нестабилен, динамичное такое существо, и не накладывает слишком тяжелого Ерма. То есть многим людям получается сказать, что много постов, а получается это наоборот, что ограничиваем это время. Две недели всего, да, Успенский пост? Да, Успенский пост всего две недели. Расскажите немножко вот о нем. Как он возник? Хорошо. История твоего поста тоже, конечно, необходимо сказать. Дело в том, что в церкви, в древней церкви был сначала только один пост по примеру Господа нашего Иисуса Христа, который перед тем, как выйти на общественное служение, постился 40 дней, а на, так сказать, потом был искушаем Господа, был искушаем сатановием, и мы все это знаем из Евангелия. И вот в ранней церкви был один только пост, он же великий, накануне, собственно, Пасхи, самого большого торжества нашей церкви. Для чего этот был пост? Был изначально сделан. Для того, чтобы проверить, готовы ли оглашаемые к принятию крещения. Здесь, если позволите, маленькое такое отступление сделаю. Сейчас, чтобы покреститься, достаточно просто прийти, принести ребятеночка, там, пожертвовать какую-то сумму. Две беседы, батюшка. Да, две беседы, слава Богу, две беседы сейчас появились. Да, и все, и младенчика маленького покрестили. В древней же церкви было совсем не так. В течение двух лет, не две беседы, друзья мои, а два года проходили обучение в специальных училищах. И это, друзья мои, была эпоха гонения, не третий век. А то и дольше. Ну, бывало и более дольше. Человек откладывал. Да, если, например, там, бывает, десятилетиями откладывал. Но вот в Александрийской огласительной школе, когда председательствовал там Ориген, такой, великий мыслитель третьего века, два года шло обучение основам веры, а потом была, сначала бы назвали это практика, то есть проверяла церковная община готовность христианина принять на себя такую важнейшую ответственность быть православным христианином. Друзья мои, быть православным христианином, это не только радость, но еще и некоторая ответственность. Как проверяли? Постился человек в течение сорока дней перед Пасхой. Потом его крестили накануне Пасхи, и он уже в пасхальные торжества входил как равноправный член церкви. Так вот, когда оглашаемые постились, так сказать, испытывая себя, вся община тоже, не будет же вся община вкушать мясо, радоваться, веселиться, пить вино, когда рядом их братья постятся. И вот вся община, поддерживая своих новообретенных братьев, постилась вместе с ними. Позже крестить начали два раза в год, накануне Пасхи и накануне Рождества. Так появился второй исторический пост, Рождественский. А два малых поста, многодневных, но они действительно малые, это Петров пост и Успенский, они появились достаточно поздно. Кстати, известно, что до XVII века в России были еще многодненные посты, которые сейчас уже не сохранились. Успенский пост назван так по празднику, который мы будем с вами торжествовать очень скоро, 28 августа. Этим днем заканчивается Успенский пост. Что такое праздник Успения? Это, представим, владычица наша, госпожа Богородица, покидает мир живых и уходит на небо к Сыну Своему и Богу Нашему. По большому счету, для неверующего или человека внешнего это может вызвать какой-то ступор или даже этот парадокс. Вроде умерла Мать Божья. Для нас это более чем, так сказать, обычный человек, даже более чем святой. Мы называем ее честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. И вот она умерла. Но вместо того, чтобы плакать, рыдать, как это принято, предложено, на востоке у гроба умершего близкого человека, мы собираемся в этот день в храмы и не плачем, а поем радостные гимны. Торжествуем. Мы торжествуем. Почему же это? А потому, что мы действительно верим в жизнь после смерти. Мы действительно верим в воскресение Спасителя. и встречаясь в храме в этот день, мы черкнули, действительно, не убиваемся о смерти Престой Владычица Богородицы, а радуемся, что она получила такую радость войти в блаженство Бога общения к Сыну Своему и Богу нашему. Так вот, по преданию церковному, за несколько дней до того, как до нескольких дней как Владычица наша Богородица отошла на небо, ей явился Архангел Гавриил и предупредил о скором переходе. И она вот эти дни особым образом постилась. И мы с нею, с Божьей Матерью, тоже постимся. Вот радость ключевое слово нашей программы сегодня. Радость для того, чтобы достигнуть Бога. Радость для того, чтобы свою душу преобразить и направить ее к Богу. Пост является лишь инструментом. Пост это не диета, не система вегетарианская какая-то. Пост это инструмент очищающий, окрыляющий, обновляющий. В первую очередь это, конечно, добрые дела и покаяние, и молитва. А пища это то, что может нам помочь нашей борьбе со страстями и приблизить нас к Богу. Спасибо, дорогие телезрители. Напоминаю, что ваши вопросы вы можете оставить в группе ВКонтакте нашего храма и будут передачи, когда мы на эти вопросы с вами ответим. В студии был я, священник Николай Зинин и наш гость, православный эксперт и романах Герасим Мерсей. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»